Мы с вами, друзья, находимся у входа в магазин Костка В данном случае в Санта-Круз, хотя их много И вот я хотел сказать, что у некоторых магазинов Костка есть своя заправка Шиномонтаж практически всюду есть, а заправка не всюду И вот посмотрите, цены, которые тут есть Например, на премиум 2,75 Ну это может быть там на 20-30 центов меньше, чем где-то еще Поэтому если будете искать, где заправиться подешевле Заправляйтесь там, где есть Костка Хотя бывают очереди очень большие У нас вот в Кремниевой долине, там где Костка с заправкой Там индусов человек 200 стоит И вот все хотят заправиться на доллар дешевле Да, друзья, это из наших, но в коробке Скелет пирата А вот там еще Ну вы знаете, что происходит Приближается праздник Хэллоуин А это главные персонажи Тут вот и тыковки Сейчас вообще вся калеку, в форме тыква Вот даже в магазинах, пожалуйста Не только на полях Или там вдоль дорог есть места Одновременно уже новогоднее пошло Вы видите, Санта Клаус в креслице Со щелкунчиком, друзья Любят Чайковского, вероятно Так Вот какие они За 80 долларов А это за 90 долларов 89,99 Вот тут на библейские темы 13 13 Фигурок Вот, пожалуйста Оте господи Оте господи Какая красота За 80 долларов Наверное, из гипса Я так чувствую Ангелочек Друзья, я вам скажу Приезжайте в Портнов Компьютер Скул У нас таких 400 человек в год Ничуть не хуже Да Тут дешево все Магазин такой Знаете, здесь очень низкая Наценка Вот это профит марджин Я боюсь собрать Там 13-14 процентов Очень маленький Плюс Ассортимент здесь небольшой Поэтому То, что они покупают Реально Они в таких количествах берут Что у них И начальная Аттенация Смехотворная Но Они могут себе это все позволить Потому что это Платное членство Вот Есть членство Индивидуальное Там, я боюсь соврать По долларов 45 Или 50 Сейчас Когда-то 30 Стоило Вот За 20 долларов Каждая коробка Здесь Видите Все эти коробки По 20 долларов А у нас, например Бизнес Членство То есть я могу Например, от бизнеса Карточки Давать сотрудникам Там и так далее Моя карточка Стоит Мое членство Стоит 110 долларов В год Это вот За 15 долларов Вот такая вот Такой пенал Раз, два, три, четыре, пять, шесть шаров За 15 долларов И наше членство Стоит 110 долларов В год Но Один процент С покупок Нам возвращается Вот мы сейчас Получили 140 долларов За прошлый год И Получается, что мы Не просто Бесплатное членство У нас А даже там Какие-то Пару копеечек Нам так Можно сказать Подарили Да Это же надо Сейчас Только Можно сказать Первое октября Сегодня Еще весь октябрь Весь ноябрь Весь декабрь За три месяца За три месяца Начинается А уже Когда пройдет Не Новый год А именно Крисмос То есть между Крисмосом И Новым годом Это все Будет стоить Я не знаю Там По 10 По 20 Процентов От нынешней цены Поэтому Скажем Ёлку Хорошо покупать Сразу Вот На следующий день После Крисмоса Задаром Отдадут А вообще Не слабая цена Слушайте 380 долларов За эту ёлку Вообще Как живая Конечно Правда? Смотрите Друзья Неожиданная Встреча Санта Круз И значит Денис Который вчера Привозил Тульский пряник Сегодня Разгуливает На фоне алкоголя По Костка И вот он Начал интересную мысль Высказывать По поводу того Знает ли он Английский Вот что Что произошло Вы приехали в Америку И что выяснилось? Значит Выяснилось то Что Я изучал Английский в университете Вот Соответственно Практики у меня не было Вот Большого Опыта Разговора на английском Не было Но Когда я сюда приехал И столкнулся С тем Что мне надо говорить Оказалось Что у меня нет барьера И Во-первых Я понимаю Все что мне говорят И я могу На пальцах Объяснить И меня все понимают То есть Я сразу извиняюсь Что у меня плохой английский Мне сразу говорят No problem И сразу меня все понимают Как будто я говорю по-английски Чисто Это такой Хороший Старт То есть люди начинают Сочувствовать И Главное Главное Чтобы не было страха И барьера Разговаривать Потому что я не боюсь Разговаривать Я То что думаю Если человек знает 20 слов Но не боится говорить Он и с 20 словами разберется А к концу дня будет 30 Через неделю будет 100 И так далее Главное сразу извиниться Людям Что они сразу входят в положение Понимают Что у тебя английский Не очень сильный И больше понимать начинают И так сочувствие возникает Начинают Помогать Но я хочу сказать Что очень правильное начало Когда человек говорит Я извиняюсь У меня английский Такой сихой Говорит Что вы такое говорите Из вас друзья Кто внимательно следит За перипетиями нашей жизни Нашего Вот этого вот Зазеркалья Помнят Как мы со Светой Приобретали Такой линолеум В пластиночках Виниловые Виниловые пластиночки И все еще думали Куда мы его денем Говорит Что бы ему паркет Не положить Там и так далее Но вы догадываетесь Что это для нашего проекта В Санта Круз И мы тут решили Добавить Немножко Вот нам Четырех коробочек Не хватило Вот Увидеть потом Как все это лежать будет Пока что Просто мы заехали Приобрести Эти четыре Штучки Не для того Чтобы кино снять Но кино это уже Непосредственно Так уже Побочный продукт Вашему вниманию Друзья За 25 баксов Предлагается Пять кусочков Вот такого Блестящего Черно-стального Счастья Вот так оно Выкладывается Видите картиночка На кухне Это называется Бэксплэш Вот оно Во-первых Под вытяжку Вот вы хорошо Видите Как это должно Лежать Под вытяжку Немножко повыше И так вот Вдоль каунтера С тем Чтобы Не забрызгивал Вот Бэксплэш Так что Значит Пять плиток Каждая плитка Вот они здесь Лежат Вот они Реальные Вот Значит Каждая Плиточка Это Один квадратный Фут Значит Пять плиток Пять квадратных Фут Двадцать пять Баксов А вот Такая Тоже Симпатичная Дешевле 14 Да И стоит 14 Долларов Ну А это Вот этот Нет Подожди Нет Тут непонятно Вот этот 14 Это вот этот А вот 14 Долларов Это вот Это вот Плиточка Такая Она Фаянсовая Так А этот Тогда Вообще Непонятно И он Наверное Не один Фут А может Больше Она Должна 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 Быть Написано Но Не Написано Глаз Энд Стоун Мозаик Вол Тайтл А цены Нету Цены Цены Одно Такое Одно Такое Я не понял Куда Возьмем Собой Грубо говоря Купим Давай Купим Две У нас Две Разных Два Туалета Один Туалет В таком Цвете А новый Мы В таком Так Это У нас Для Туалета Не Для Кухни Очень Красиво Красиво Вот Друзья Значит Хорошо Покупать В Костках То Что Здесь Есть Покупать Выгодно Вот Идет За Скверфуд Цена Четыре Пять Долларов Пять Долларов За Скверфуд Как Точно Подчитано Четыре Доллара Четыре Но Девятьсот Девяносто Восемь Тысячных Вот Вот Из-за Этого Одного Цента Что Справа Не Дадали Да Да Ну Это Друзья Это Есть Это Вот Как На Выборы Простые Люди Ходят Вот И Голосуют За Лучшего Кандидата Прошу Дениса Денис Возьмите Вот Эту Штучку В Руку Чтобы Было Видно Что Это Это Вот Это Такая С Пленочкой С Пленочкой Картоночка Все Это Замотано У меня Такое Ищение Что Поскольку Всего Три Коробки Осталось И Они Открыты Я Думаю Что Люди Возвращают То Ты Можешь Взять Лишних Там Пару И Вдруг Выяснилось Что Они Не Пригодились Можно Всегда Обернуть Вот Я Был Нас Нас Чет Того Что Коробочка Открыта Я Используется В основном Плитка Стандартная Либо Рифленая Либо Разная Так Но Такой Кладкой Плитка Чтобы Кладкой Была Такой Я Еще Не Ну Хорошо Ладно Света Возьмем Возьмем А мы Все Спрашивали Почем Почем Эти Самые Плиточки Они Оказывается За десятку Вот Тебе На Ой Ребята Конечно Есть Такого Я Не Стану Но Пройти Мимо Не Могу И Все Это Вот Там Прямо Печи Смотрите Вон Там Сзади Печи Все Это Выпекается Раскладывается Ой 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 Да Хлеба Country French Country French Это Вот Это За Два За Ох Как Он Ребята Какая Корочка Хрумтячая Ой Ой За 6 Долларов Две Так А вот Это С Изюмчиком За 8 Долларов С Морской Солью С Морской Солью Тоже Он Хрумтит Как Он Какое Невероятное Ощущение В руке Да Так А эти Маленькие По Две Что Такое Будет Это Жареный Гарлик С Пармезан С Сыр Такой Пармезан Бред И там С Оливковым Маслицем С Морской Солью Ежедневно Выпекается Свеженький Понимаете Дайте я понюхаю Я не могу так оставить Это дело Сейчас буду нюхать Пахнет 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 В основном Сыром Запах Такой Сыра Поджаренного Подплавленного С лучком Угощают 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 Клиенты Ахат Клиенты Клиенты Да Майлд Это значит не особо острый Средней остроты Итальянский Сосич Спасибо Солмать Как оно Как Два доллара Скидка Как итальянский Соль Мясо Чувствуется Красителя Нет Острый Нет Они говорят Что не острый Мягкий Нежный Мясо Прям чувствуется Прожилками Мясо Какое чувствуется Свининка Там намешано Мне кажется Свинина И говядина Знаете Друзья Спрашивали меня В последней нашей Трансляции Спрашивают Покупаем ли мы Готовую еду Вот например Тому же чикина За пять долларов Чикин Мы покупаем Таких чикина Да Я его очень люблю Очень вкусно А почему я не помню Чтоб я его ел Не помню Нет Я помню Что редко бывает Ну редко Мы его не часто покупаем Но это здоровая еда Не то что ее чем-то Опрыскали Ну вот смотри Они написали Что у них какие-то Нету Предохранителей Да Призеровать их нет MSG нет А дальше Они добавляют Какие-то свои Суэрные И чикин Грейт А Ну это нарканические USDA Это американский Департамент Сельского хозяйства То есть они Какому-то стандарту Соответствуют Но они не органические Эти типы Вот этого нет Вот мы друзья Тут ходим по Костка С гостем Гости интересуются Американскими Торговыми сетями Как вообще Ну скажем Ну не в Туле Но вот в Москве Так это нормальный Был бы магазин То есть таких много Ну Насчет У нас Например Если брать город Новомосковск Там поменьше Магазины В Туле Немножко побольше Но подобного размера Уже магазины Есть конечно В Москве Московская область Ну то есть для Москвы Это нормальный Метро, Ашан Это примерно такое Я не уверен по ценам Там сравнивать Но по масштабам Но по масштабам Что-то похоже Да Метро и Ашан Ну хорошо Что дожили до такого Правда? А вы помните Советские магазины? Или уже не застали? Я родился Но я не помню А сколько вам лет? Мне 38 Ну вы могли бы Что-то запомнить Так Из Там Детства Типа 10 11 Я помню Как я в очереди Стоял с талонами За сахаром О Я талоны тоже помню Это где-нибудь год 89 Вот это я точно помню Да Они оставляли в очереди И я там Полночь проводил Наша дочь тоже очень гордая Ваша ровесница Вот наша дочь Она тоже Я стоял в одной очереди Светлана в другой А она к нам подбегала Туда и сюда И на нее тоже давали И она очень гордилась Что на нее давали две нормы Видите Витамикс Это молочок Комбайн Кухонный Если вы используете Комбайн Ну, это хорошо У нас есть Комбайн Комбайн Смузис всякие. Ну, это должно быть, я думаю, в этот месяц. Фруктовые, овощные. То есть, либо в онлайн, либо, когда мы приезжаем здесь, мы его получим. Наверное, в декабре. Это рецепт на рецепте. Это рецепт на рецепте органического рецепта. Это хорошая рецепт на вечеринку. Бананчик. На утро. Банан, оранж. Когда я работаю с оранжем, я делаю зесту оранжем просто потому, что он очень сильный в сливе. Если вы можете обеспечить сильный в сливе, то можно совершенно оставить зесту. Говорит, можно и со шкуркой, просто у него сильный такой аромат. И потом вы можете обеспечить все в сливе. Целиком. Не стесняюсь. Пинаппли. Моя рука с продуктом или с продуктом, то есть, если слить в сливе, то можно добавить в сливе. То есть, сливе, сливе. Сливее сливе, сливее, сливее, как пинаппли, я часто часто обеспечить. Но оставь в сливе. Ну что, ну, целиком возьмите? Пинаппли. Вау! Ничего себе! У него такой мешок с разными травками. Агавы. Друзья, агавы. Сейчас у него будет вкус как у тихилки. Литвку. Сейчас я добавляю в сливе, потому что продукт не в сливе или в сливе. Если вы используете в сливе или в сливе, то вы не должны добавить в сливе, но у меня нет. Мы добавляем в сливе. Немного в сливе. И вот эта рецепта на поверхности продукта. Ну а сливе? Вы можете добавить сливе. Я обычно не добавляю в сливе. Я обычно не добавляю в сливе и пинаппли. Потому что это белый. И не очень вкусный цвет. Но в доме, если вы хотите, добавляйте сливе. Мы выбираем в сливе. Так, и вот у нас есть зло. Это новая функция. А эта корень, и в сливе, и в сливе, и в сливе, оно не сливе. И сейчас, 30% от людей, которые покупают в сливе, или в сливе, будут патчаны. Сейчас нам, дадут попробовать. Все это, друзья, бесплатно. Время наше, конечно, не все кто. Но сливе, и в сливе, и в сливе, в сливе, и в сливе, и в сливе. Я смотрю, все это фиксируете. Мы местные. Но фиксируем для канала на Витебе. Кстати, о, вы фиксируете все. Потом мы с вами с координатным выставку делаем в Сан-Франциско. В прошлом году мы делали мой прапрадедушка. Конька-Грабунка, конечно, читали. Писал мой прапрадедушка. В прошлом году, берите, берите, Петр Павлович Вершов. Вот этот, он же, тот самый. Вот тот самый. В прошлом году было 200 лет. Мы делали выставку. Я не накрашиваю. Ничего страшного. Вы отлично выглядите. Мы делали выставку. Это были иллюстрации из разных изданий. В этом году нам из Сибири, из Тюмени посылают квилты. Квилты делали мастерицы со всей России и даже из рубежа. Как по-русски сказать квилты? Стегренное одеяло. Лоскутные аппликации. Из Израиля, из Риги, из Латвии. Даже из Америки с Оклахомой одно пришло. А теперь они все опять летят сюда. 10 декабря мы открываем выставку в центральной библиотеке Сан-Франциско. Третий этаж международный отдел. А вы живете в городе или здесь? Я местная. Я Сан-Франциско. Ну потому что в Сан-Франциско нам помогают. Берет такс Беларис Сан-Франциско, платят за это своим дизайнерам. Дизайнеры очень любят Россию. В прошлом году они прямо так к нам отнеслись. Только благодаря им вот эта выставка. Три месяца эта выставка проходила в их здании, на третьем этаже. И вот сейчас она будет... Это Сан-Франциско дизайн-центр, да? Нет-нет-нет, это Сан-Франциско паблик-лайбрери. И при этом паблик-лайбрери у них есть профессиональные дизайнеры, которые устраивают регулярные выставки в разных отделах по разным темам. И они нашу сказку тоже полюбили и поддержали. Это проект Тюменской областной думы. Веб-сайт есть? Веб-сайт... Вы знаете, страничка на Фейсбуке. Можете там на Тюменский фонд признания прийти, увидеть все эти потрясающие совершенно квилты. Тюменский фонд признания. Да, это фонд областной думы признания и лоскутная, называется Сибирская палитра, клуб. Вот они вдвоем организовали в 200-летнем юбилею. Пришло более 300 квилтов со всего мира. Но мы не можем, к сожалению, библиотека не может принять больше, чем 35. Но самые лучшие квилты будут в течение двух или трех месяцев представлены в библиотеке Сан-Франциско. Давай так, скажите, как вас зовут, и чтобы вас найти можно было на Фейсбуке. Да, на Фейсбуке меня можно найти Алла Ранская, английскими буквочками. Алла Ранская. Да. Хорошо. Так что, я надеюсь, вы найдете, прочитаете и придете на нашу выставку. Под этим видео дадим ссылку, у нас большой канал, у нас 100 тысяч подписчиков. Да вы что? Да. Вы меня пугаете. Я бы знала, я бы хоть привела себя в порядок. А мы можем отдельно встретиться. Вполне. Так, значит. Хорошо. Одну секунду. Мы здесь местные бонедуновцы. И, кстати, у нас в Бонедуне оказывается большой квилт-клаб. И у меня уже женщина, наши бонедуновские американцы. Подожди, бонедун – это вот улица, которая к вайнере идет. Это, да-да-да, это даже улица, да, это громко сказано. Это наш лес, который начинается сразу за университетом. Слушайте, выяснилось, что мы встречались, но это было лет десять назад. Ну, прилично. У меня был такой черно-красный наряд. Я даже не знаю, что это было. Мы на какой-то парте встречались. Перья, перья, перья. На какой-то парте встречались. Но там было темно. Костюмы у нас были, самое главное. Да, да. Поэтому мы не признали друг друга. Там еще и перепил все народ там, да, я помню. Ой, тогда я вас наслышана, Портнов. Да-да-да. У меня даже подруга к вам в школу порывалась пойти. Я карточку дал, и вот они по имени вот нас узнали. Ну, Портнов, Михаил Портнов – это очень известное имя. Это такой бренд русский, да. Мы дали стольким людям дорогу в жизнь. Да. Вас вспоминают с благодарностью миллионы. Мы создали большой толчок, в который масса народов попали. Я не успела, я не успела. Далеко я от вас. Так вот теперь наши местные. Нет, ну мы живем в Саневеле, а здесь у нас просто дача как бы. На дачу. На дачу. Ой, как приятно. Так. Посмотрите, женщина шла, хотела купить лимончиков, да? Это ваши? Я купила лимончики, вот это моя корзиночка. Лимончики и персики. Хотела лимончиков и персиков, а встретила нас. А встретила вас, и вас не признала. Ну как же так? Да, да, говорит, как вы меня не узнали. Стыдно, стыдно, стыдно. У меня такая память хорошая, всегда гордилась. А теперь уже буду молчать. Все, теперь едем снимать квинты. Сегодня 150 лет нашему любимому городу Санкт-Петербурга. Да вы что? Да. Сегодня будет гуляние, я прочла в газете, гуляние на пляже основном. Партии, патлак для всех, кто хочет, присоединяйтесь, а вечером фейерверк. Да вы что? Фейерверк. Так, где-то движемся на фейерверк, господина. Нет, два раза пра-пра. Пра-пра-пра сидит дома в Бонидуне, в лесу. Сейчас. А что с остальными сказками? А у него есть еще сказки, и не только сказки. Слушайте, ну если вам интересно, я вам книгу даже подарю. Я закажу и подарю книгу. Он писал очень много. Кстати, даже есть романы на его словах. А я вам тогда романсы. Романсы, да-да-да, романсы. Все, я вам тогда свою книгу покажу. Слушайте, подарю. Меняемся. Мы делаем обмен. Все, Ершова на Портнова. А я вам еще хочу сказать, что я чем, можно сказать, гордимся. Друзья, познакомились с замглавного редактора дома издательства Пашкова в Москве. Вы знаете, центральной библиотеки. Конечно. Пашкова. Исправляют регулярно не Пашкова, а Пашкова. А я же там в школе за углом учился. О, ну вот видите. Да. И буквально мы попали за 2 недели до того, как они издавали «Конька горбунка» юбилейный сборник. Шикарнейший. И стали говорить о зарубежных изданиях. А я ими занимаюсь, я изучала, вот уже до часа на третьей конференции принимаю участие. Англоязычные переводы, кстати. Может поможете опубликовать. Так. Очень интересно. Вот. И я рассказывала о нашей выставке. И так это заинтересовало, что вот в это издание, Дома Пашкова юбилейно. Вошла информация о нашей выставке в Сан-Франциско с фотографией. Представляете себе, что я каждый день выходил из метро библиотека Ленина, шел мимо Дома Пашкова, сворачивал на улице Фрунзе направо, потом первый поворот налево, улица называлась тогда она, дай бог памяти, не помню. В каком это году? Ну, 40 с лишним лет назад. Там 57-я школа, прямо вот не доходя. Это то, о которой сейчас пишут все? Математическая, да. Понятно. В наше время никого там не обижали, наоборот. Ну и вот, да. И там каждый день мимо этого дома Пашкова ходил. Причем, когда я пошел первый раз, это был 71-й год. И он был в очень непрезентативном виде. Он был какой-то потекший, серый. Как это помойка была? А потом приезжал президент Никсон, и, значит, там снесли какие-то старые сараи, открылся вид на Кремль с противоположной стороны. И дом Пашкова у нас его побелили. Побелили, поштукатурили, и он стал таким красавцем. Просто глаз не оторвать. Вот. Пашкова нет, а дом есть. Кстати, рекомендую вам, я очень благодарна работникам библиотеки, которые провели нас в музей книги. Если вы там не были, то я вам рекомендую, не пожалеете. В доме Пашкова? Нет. В самом главном здании библиотеки. Ну, это все рядышком. Понял, понял. Так что рекомендую обязательно, тем более вы москвич. Нет, ну я тут, слава богу, уже там. Ну, я знаю, знаю. Я говорю, это легендарная личность. Я как только вашу фамилию увидела, все поняла. Сначала вот я услышала как раз от Елены Гантман, ну, а потом все мои друзья, кого не спросишь, я говорю бы, что людям дали путевку в жизнь. Только так можно сказать. Ну, что же, я с большим удовольствием. Хорошо, значит, давайте мы с вами прощаемся, но не расстаемся. Как у нас получился шейк-то? Который от шейка, зеленый. Хороший, освежающий такой, натуральный бальзам. Я думаю, никакой клубники там не нужно было. Нет. И вот эта травка очень-очень пришлась. Мы еще раз смотрим на этот мешок с зеленюшками. И там оно все помыто. И там чарт, кейл, шпиноч. Да? А что еще? Это пшеничка зеленая. Я думаю, это овечья шкурка, да? Написано, да. Овечья шкурка, баранья, овечья. Хороший баран. Хороший баран. Может быть, их два даже было. Вот, судя по всему, здесь сшито. А мы посмотрим сейчас с изнанки. А, ну, посмотри с изнанки, да. Да, сшито, видно, это было видно. Вот такая мягкая баранья шкура за 100 баксов. А вот есть другое. Иди, Света, какие минусы владения вот такой бараньей шкурой? Положить ее на пол. Попробую ее очистить. Чего-нибудь. Очистить? Ну, потемнее, да. Потому что будет грязно все время. Она гибная, такая приятная, но почистить ее не реально сложно. А может быть, из нее можно сшить дубленку? Зачем я думала, шубу тогда уже. Шубу? Ну, с той стороной наружу. Нет, ну, та сторона, там швы некрасивые. Уже тогда шубу. Шуба, ну, это неплохо. А, идем, идем, не будем брать. Зимний товар пошел. Вот тут за 12-13 долларов такие. Баечка. Ну, я не знаю, я бы сказал, что так для строительных рабочих хорошо. Но вообще, народ любит зимой у теплицах. А это Levi's. Вильетовые джинсики. Вот они там. 30 долларов. Ну, да, за тридцатку они, да. Вот они. Разных цветов. Мелкий такой рубчик. Вельветик. Прям мой размер тут. Ну, друзья. Сколько таких можно? А я прямо сейчас в таких, на самом деле. Тут такого цвета нету. Или они выцверли на мне. Так что уже цвета такого нет, не знаю. Вот я точно в таких. Вот стоят кассы. Их довольно много. Очередей особых нет. Все это быстро проходит. Людям раздают коробки. Вот если вы хотите взять коробку. Видите, вот стоит такая телега. Их постоянно подвозят. Когда освобождаются коробки на полках. Их вот сюда стаскивают. И дальше продавцы. Людям дают коробочки. Видите, они стоят снизу. Вот там. Под каждой кассой стоят эти коробки. И человека спрашивают. Хочешь коробочку? Или так. В навал пойдет. Вот. Если вы хотите, хочу коробочку. Вам дают коробочку. Вот прям из-под отсюда.